Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем ролике я хочу вместе с вами протестировать новую коллекцию от бренда L'Amel, которая называется Moonrise. Коллекция поступила в продажу в конце декабря, в преддверии нового года. Она действительно является очень красивой, акцентной, яркой, запоминающейся. Но также хочу сразу предупредить, что в этой коллекции я, по крайней мере, для себя нашла много достойных продуктов, которые отлично могут вписаться, например, в вашу ежедневную косметичку. Я обязательно расскажу вам об этих продуктах в этом видео. Ну и, конечно же, сегодня покажу яркий макияж, потому что коллекция все-таки такая акцентная. Здесь есть и спарклы, и цветные подводки, и глиттеры, и очень крутая, забегая вперед, хочу сказать, палетка теней. Буду делать макияж в своем стиле, но надеюсь, что вам будет интересно посмотреть и на мои какие-то техники, и фишечки, а также, конечно же, на продукты от бренда L'Amé. Поэтому давайте начинать. Я сейчас быстренько уберу волосы, чтобы они мне не мешали, и погнали. Первым делом я, конечно же, начну с подготовки кожи, и в коллекции Moonrise также есть средство, которое не только увлажнит, но и подсветит ваше лицо, называется продукт Hydra Drops. Это увлажняющие такие капли с эффектом сияния, потому что в составе, если присмотреться, есть очень деликатные мелкодисперсные сияющие частицы. И теперь давайте я прямо сейчас нанесу на лицо и покажу, как выглядит этот продукт. Он, кстати, абсолютно не липкий, то есть текстура действительно такая водянистая, жидкая, поэтому не оставляет никакого дискомфорта после нанесения. Что касается отдушки, то она практически отсутствует, а точнее она такая супер, знаете, деликатная и прям минимальная. Я распределяю средство по массажным линиям, и, как вы видите, действительно сияние очень умеренное, деликатное, поэтому если вы боитесь, что таким продуктом вы можете как-то переборщить, то абсолютно нет, потому что в первую очередь это средство, которое все-таки будет увлажнять, так как в составе присутствует витамин В5, который классно успокаивает нашу кожу, а также, конечно же, гиалуроновая кислота, которая, собственно, и отвечает за основное увлажнение. Далее я нанесу тон, и воспользуюсь я тоном также, кстати, от бренда Allomale, который называется Studio Skin Foundation. Я о нем вам уже рассказывала на своем канале, потому что этот продукт является моим фаворитом из бюджетного сегмента. Он очень классный, он устойчивый, он отлично подходит к коже комбинированной, склонной к жирности, при этом он не смотрится как-то слишком плотно. Но так как макияж у нас сегодня будет яркий, мне все-таки хочется тон выровнять и сделать его максимально безупречным. Как я уже сказала, тон действительно дает очень хорошее покрытие. У меня сейчас лицо не в идеальном состоянии, и, как видите, тон очень быстро и хорошо скрывает все несовершенства. Он отлично распределяется и при этом абсолютно не утяжеляет макияж, что для меня очень важно. Я его не ощущаю в течение дня, поэтому смело могу вам его рекомендовать не только, например, для использования каких-то ярких вечерних образов, но и также спокойно для ежедневных макияжей, если ваша кожа комбинированная, склонна к жирности, и вы любите такое, знаете, полуматовое естественное покрытие. Ну что ж, друзья, я нанесла тон, за кадром быстро оформила брови, и теперь мне уже не терпится приступить к нанесению очень красивых и интересных продуктов. Предлагаю начать с продуктов именно для лица. И здесь у бренда L'Amel в коллекции Moonrise вышло целых три очень красивых продукта. Во-первых, как мне кажется, оформление действительно просто вау. Я, когда увидела эти продукты впервые, я подумала, блин, это так удобно. Вот такие жестяные упаковки, они занимают мало места, это выглядит как-то стильно. Вы, получается, вот так вот выдвигаете из коробочки каждый продукт, и меня, правда, это удивило. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть румяна, которая называется суфле блажь, то есть это румяна с текстурой суфле, при этом пигментированные, очень мягкие, тающие. Вы знаете, я обожаю кремовый румяна, здесь они представлены в двух оттенках, такой спокойный персиковый и более ягодный, более, наверное, освежающий, если вы хотите получить эффект бэйби-дол. Также в коллекции присутствует суфле хайлайтер. У него текстура тоже необычная, я бы не сказала, что она кремовая, но при этом она и не сухая. То есть это действительно суфле, поэтому продукт 100% соответствует названию. Теперь уже давайте начнем наносить. Я, наверное, в сегодняшнем макияже нанесу оттенок под номером 401, но также давайте сначала прокомментирую оттенок номер 402. Так, я его набираю, текстура действительно очень тающая, продукт пигментированный, и наношу его на руку. Посмотрите, какой оттенок, то есть это действительно персик. Сейчас на руке он кажется достаточно ярким, но если вы его аккуратно, деликатно растушуете, то вы получите такой очень универсальный оттенок, который будет отлично подходить и вписываться в абсолютно любой макияж. Если вы боитесь переборщить, не бойтесь, набирайте продукты совсем немного, и поверьте мне, он отлично тушуется, и что важно, он действительно не оставляет четких границ, потому что бывают такие кремовые текстуры, которые вы наносите, растушевываете, они как-то схватываются, застывают, и вы видите границы этого продукта. Здесь текстура такая тающая и такая подсвечивающая, что границы вообще незаметны, и это очень круто. Я же в сегодняшнем макияже хочу на себе показать оттенок 401, и давайте прямо пальчиком его и нанесем. Итак, вот так, улыбаемся, и посмотрите, как они быстренько переносятся. Действительно пигмент вау. Я беру кисть, которая наносила тон, и вот такими легкими аппликативными движениями растушевываю продукт. Посмотрите, как они легко растушевались, и как они круто смотрятся. Они очень полупрозрачные, они не перекрывают текстуру кожи. И теперь то же самое сделаем здесь. Чуть-чуть добавлю еще на носик, и немножко на веки. Я люблю, знаете, один продукт, используют очень много функционально, и вот это как раз-таки то, что вы спокойно можете добавить из этой коллекции в свой ежедневный макияж, в свою базовую косметичку, потому что кремовый румяна для меня это must-have. Оттенки здесь очень удачные, они универсальные, то есть это розовый, который не утяжеляет, не подчеркивает какую-то красноту на лице, а именно освежает. Они удобны в использовании, даже если вы новичок, и вы боитесь переборщить, то такой текстурой переборщить действительно очень сложно, потому что, как вы видите, она в два счета тает на лице, растушевывается. Ну и при этом, что важно, конечно же, сохраняет оттенок и пигмент. Далее давайте нанесем хайлайтер. Я его буду наносить пальчиком, он очень интересный. И вот таким образом аккуратно я его переношу и оттушевываю. Посмотрите, опять же, на то, как он переносится и на текстуру. В принципе, уже в упаковке видно, что хайлайтер не содержит крупные сияющие частицы. Вы знаете, как я отношусь к крупнодисперсным блесткам на лице? Они все-таки... История такая не ежедневная, не для всех. Мне, например, такое сияние слишком яркое не нравится, а здесь оно такое деликатное, оно такое какое-то дорогое, абсолютно не утяжеляющее, не перегружающее. Опять же, если вы любите использовать хайлайтер, то вот такую текстуру спокойно вообще можно вписывать в свой ежедневный мейкап. Ну и, конечно же, оттенок очень удачный. Он не золотистый, потому что золото все-таки иногда утяжеляет. Он не сильно холодный, а такой вот суперестественный, что-то среднее. То есть розовое золото. Также сразу, если честно, мне хочется добавить немножко на веки этот оттенок. Слушайте, мне так нравится, как выглядит мое лицо. Оно такое свежее, оно такое отдохнувшее. И хайлайтер однозначно топ. Вот прям супер. Я рекомендую вам его, потому что он выглядит так естественно. Он так круто освежает. Именно освежает. И не подчеркивает текстуру, что важно. Потому что вот расширенные поры при нанесении какого-то крупнодисперсного хайлайтер становятся еще в несколько раз шире. А здесь все так мягко, все так сглаживается. Как будто бы легкий эффект фотошопа присутствует. Ну, а теперь давайте приступим к тестированию продуктов для глаз. Как я уже сказала, их очень много. Есть и крупнодисперсные, такие глиттерные прям блестки. Есть очень интересные кремовые тени в классных цветах. Опять же, которые будут круто особенно смотреться и в ежедневном мейкапе. Несколько вариантов подводок, таких, знаете, хамелеонов, лайнеров. Ну и, конечно, палетка теней Moonrise, в которой, как мне кажется, круто выдержан баланс матовых, сияющих и супер блестящих текстур. Давайте начнем, наверное, с кремовых теней. Все-таки это такой достаточно базовый универсальный продукт. Эти тени сегодня у нас будут являться подложкой. В коллекции представлено три оттенка. 401, 402 и 403. Давайте начнем по порядку. Оттенок номер 401. Такой достаточно базовый, универсальный. И как раз-таки цвет, который можно смело рекомендовать абсолютно всем. Потому что это очень красивое золото. Вот сейчас я его нанесла на руку, смотрю и понимаю, что, опять же, это не чересчур желтое золото. Это не супер розовое золото. Это такой мягкий, ненавязчивый оттенок, который очень хорошо будет гармонировать с абсолютно любым цветом глаз. Но, конечно же, вы должны понимать, что это сияющая, активно сияющая текстура. Но при этом она кремовая. То есть, что очень удобно, вы можете использовать тени самостоятельно, либо же как подложку. Потому что, как по мне, это та текстура, которая не будет скатываться. То есть, это не те кремовые тени, которые являются такой, знаете, жирненькой базой под макияж глаз. Это кремовые тени, которые при этом все-таки имеют сухой финиш. Это очень необычная текстура. И вот сейчас я вспомнила, что у бренда Giorgio Armani есть похожие тени. Вот они тоже кремовые, но при нанесении все-таки финиш у них сухой. Это очень интересно, необычно, многофункционально и универсально. Поэтому я вам очень рекомендую обратить внимание на них. Теперь давайте протестируем оттенок номер 402. Это оттенок, который является таким прям хамелеоном. Это видно сразу, как только вы открываете баночку. Здесь у нас первым делом проявляется такой зеленоватый оттенок. Но при разном освещении этот оттенок будет уходить от зеленого к такому фиолетовому. Мне кажется, что такой оттенок очень круто использовать именно как акцент. Например, не на все века, а только на центральную его часть. И следующий оттенок, это номер 403. Он у нас является таким более бронзом. То есть он, в принципе, немного похож на оттенок первый, который я показывала. Но здесь больше коричневого, больше бронзового. Опять же, можно использовать спокойно в ежедневном мейкапе. А можно использовать вообще как подложку под смоки айс. И, в принципе, здесь у нас такой холодный серебристый финиш сверху. То есть, если смотреть, первый оттенок у нас был более теплый. Второй акцентный хамелеончатый. И вот этот 403 бронзовый, но с легкой холодинкой. В общем, цвета интересные, текстуры, как мне кажется, практически уникальные. И теперь давайте, наверное, выберем, что я сегодня буду использовать. Так как мне хочется попробовать, конечно же, больше, но при этом выдержать какой-то свой стиль в макияже, я, наверное, воспользуюсь оттенком номер 403 и нанесу его сейчас на все подвижное верхнее веко. Я рекомендую наносить такую текстуру именно подушечкой пальчиком. Тени очень хорошо переносятся. Как вы видите, пигмент виден сразу же. Они мягкие, они отлично растушевываются. И даже по складке века вы также можете растушевать их подушечкой пальчика. Кстати, обратите внимание, что мне понадобился буквально один свотч для того, чтобы нанести полностью оттенок на все веко. Ну что ж, мне кажется, тени в самостоятельном формате выглядят уже круто, нарядно. И, как я уже сказала, вы их можете спокойно вписывать в свой ежедневный мейкап. Либо же, например, если для вас какие-то яркие цветные истории, не совсем понятный формат, то такие тени вы можете использовать, опять же, на вечер. Добавляем, например, стрелку, густо прокрашиваем ресницы, и вуаля, яркий мейк глаз готов. Ну а я же хочу познакомить вас также сейчас с палеткой теней, которая называется, естественно, Moonrise. У нас здесь 12 оттенков теней. Как я уже сказала, есть и матовые, и сияющие оттенки. И что важно, в матовых присутствуют достаточно базовые универсальные оттенки, которые вы, опять же, сможете использовать не только в какие-то яркие истории, но и на каждый день. Я, например, сейчас воспользуюсь оттенком Alien и протушу им складку века. Далее, оттенком Mission я хочу сейчас затемнить немного внутренний уголок и внешний, потому что на центр я хочу добавить, естественно, цветной акцент из этой палетки. Только что я протушевала складку, а также внутренний и внешний уголок верхнего века. Хочу отметить текстуры матовых теней. Они, знаете, такие шелковисто-маслянистые и при этом полупрозрачные. То есть пигмент, естественно, вы можете наслаивать, но самое важное для меня, по крайней мере, это мягкость сухих текстур, чтобы они действительно были шелковые. Так они будут легче переноситься, легче тушеваться. И вот здесь как раз-таки именно такие текстуры. Далее. В качестве акцента я, на самом деле, долго думала, что использовать, потому что все цвета очень красивые и запоминающиеся. Но выбрала в итоге вот этот манящий, изумрудный оттенок. И прямо сейчас я хочу нанести его на центральную часть верхнего века. Как мне кажется, такую крупнодисперсную текстуру лучше переносить именно подушечкой пальчика. Так тени будут смотреться ярче, более блестящими будут казаться, потому что когда вы втираете такую текстуру века, вы как бы вот эти все сияющие частички приподнимаете, и они становятся более активными от этого. Поэтому давайте добавим. Я думаю, друзья, пока я наносила, вы, в принципе, все видели сами. Тени переносятся просто в секунду. Вы набрали, коснулись, и пигмент вот на 100% перенесся на век. Это очень круто. Посмотрите, вот я нанесла, вообще ничего не поправляла. Тени абсолютно не осыпаются. Хотя обычно, когда, конечно же, я делаю какой-то яркий макияж, неважно, люксовые бренды, более доступный сегмент косметики, часто яркие, сияющие продукты осыпаются. Также я хочу отметить, что вот этот оттенок и эта текстура мне очень напомнила продукт из бренда Исан Варан, тени однушки Satin Crush. Они мне в одно время безумно нравились, и там вот есть похожий изумрудный оттенок. Я как-то делала макияж на моделях очень часто этим оттенком. И вот сейчас я понимаю, что наношу эти тени, и это просто практически один в один. Это супер круто, обратите внимание на оттенки Eclipse, Gravity, Flat. Они все такие яркие, у них очень мягкая текстура, и действительно важно, что они абсолютно не осыпаются. Вот даже сейчас на руке я набрала супер-супер темный яркий оттенок, и он вообще никуда не сыпется. Также сейчас я хочу немного протушевать нижнее веко. И теперь также давайте покажу вам еще, какие продукты есть в коллекции у бренда. Начну, наверное, вот с этих вот Long Lasting Brush Eyeliner. На самом деле, я сначала подумала, что это будут какие-то черные лайнеры, но когда я их открыла и нанесла, я очень удивилась, потому что, во-первых, у нас здесь есть красивый такой ультрафиолетовый оттенок. Кстати, хочу отметить именно саму кисточку. Она не фетровая, а именно такая мягкая. Как правило, такая кисточка делает более тонкую линию, они не засыхают, и лично мне намного удобнее делать стрелки именно подобными лайнерами. И второй оттенок тоже очень необычный, такой, знаете, полупрозрачный серебряный. Как можно использовать такие продукты? Например, вы можете сначала нарисовать черную стрелку, а поверх уже как раз-таки этими цветными лайнерами добавить такой необычный акцент, или же наносить их в самостоятельном формате для того, чтобы получать вот именно яркую цветную стрелку. Также у бренда есть еще вот такие вот хамелеоны, и оттенок 401. Сразу, опять же, в упаковке мы видим, что это оттенок правда хамелеон, так как он у нас переливается из зеленого в золотой и фиолетовый. Очень, на самом деле, многогранный и интересный. Такой оттенок я бы рекомендовала использовать в соло, наносить его именно самостоятельно, как акцент, потому что он очень яркий, и не хочется отвлекать его какими-то лишними деталями. И оттенок 402, тоже хамелеон, и здесь у нас больше такого, знаете, синий-зеленого цвета, как раз-таки цвета именно этой коллекции, они вот именно отображены, мне кажется, в этом цвете. Тоже акцентный, хамелеончатый, и поэтому я бы рекомендовала использовать эти подводки именно в самостоятельном формате. Но, опять же, мы вправе вообще все, что угодно смешивать, получать какие-то свои яркие, интересные цветовые решения. И еще один очень интересный продукт из этой коллекции — это глиттер. Кто подписан на меня в Инстаграме, знает, что я фанат глиттеров от бренда L'Amel. В прошлом году бренд выпускал в таких выдавливающихся упаковочках золотистые блестки. Я очень их любила, использовала в разных вариантах и на тело, и на волосы, и наносила их в аккуратном, в таком формате, на глаза. Смотрятся они очень ярко, празднично. Поэтому, если ваша задача — сделать красивый, яркий акцент, который точно захотят разглядывать, то обязательно попробуйте глиттеры от L'Amel, особенно вот эти из этой коллекции, потому что они немного дорогие, они более полупрозрачные, то есть у них прозрачная такая база, а сами по себе они хамелеончатые, то есть они вот вроде бы в упаковочке белые, но на самом деле это оттенок, который в зависимости, опять же, от освещения будет смотреться абсолютно по-разному. Вы можете спокойно их добавлять, например, поверх макияжа, что, собственно, наверное, я сейчас и сделаю, потому что, так как я уже сказала, база у них прозрачная, они будут круто сочетаться с абсолютно любыми цветами и будут добавлять некой, знаете, такой изюминки. Я их добавляю именно на акцент наш изумрудный, и вы видите, что века сразу начинает еще ярче сиять, и эффект такого влажного века прям. Ну что же, теперь пришло время ярко и густо прокрасить ресницы, так как при таких ярких глазах это, конечно же, необходимо. Буду я это делать тоже при помощи туши от бренда Lamelle. Я вам про эту тушь уже рассказывала на своем канале. Это коллаборация с Наталиной Муа. Эта тушь мне очень понравилась, она яркая, у нее силиконовая щеточка, она отлично прокрашивает каждую ресницу, разделяет, добавляет объем. Собственно, сейчас я нанесу, и вы сами все увидите. Ну что ж, вот такой макияж у меня получился, и ресницы действительно завершили весь этот образ. Они, как вы видите, яркие, густые, длинные, отлично разделенные. Ну и подводя итоги, хочу отметить, что коллекция меня правда порадовала, и все продукты очень достойные, и текстуры суфле у хайлайтеров и у румян. Также, конечно же, вот такие кремовые тени, которые можно использовать и как топеры. Палетка теней просто восхитительна по качеству, потому что матовые тени шелковистые, сияющие тени такие пигментированные и такие прессованные, что они абсолютно не осыпаются. Далее, также не могу не отметить интересные хамелеоны, если вы, например, любите стрелки, и это часто является вашим главным акцентом, то ради эксперимента просто попробуйте воспользоваться вот такими хамелеонами или очень классными айлайнерами, которые идут в необычных оттенках, например, в фиолетовом и в серебряном. И опять же, повторюсь, отмечаю их очень удобную кисточку, которая не засыхает и делает супер тонкую, деликатную линию. Ну и, конечно же, продукт, который будет увлажнять и успокаивать вашу кожу, гидродропс. Если же вы уже познакомились с этой коллекцией и что-то успели попробовать, обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вы для себя выделили. Ну а я, конечно же, хочу поблагодарить вас за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось и было для вас полезным. Не забывайте поддержать мой канал пальцем вверх, конечно же, на него подписывайтесь, если вы все еще на него не подписаны, и не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить мои следующие видео на канале. Я вас всех благодарю за то, что вы посмотрели этот ролик. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok